Распался Советский Союз. Все думают об этом. А вот количество, которых мы учим из этих стран, мне кажется, не уменьшилось. И это, я бы сказал, великий подвиг Московского университета. Вот помните, более взрослые помнят, что тогда ведь свободно можно было приехать из Республики, поступить в Московский университет. И мы знали количество тех, кто к нам приезжает. Ну, это была одна страна. Когда распался Советский Союз, обучение тех было нецелевым. И меня на счетной палате учили тому, что мы заведем уголовное дело, поскольку студенты из всех стран, они уже иностранцы, а вы их учите бесплатно. Это было со мной. Ну, слава богу, обошлось без уголовного дела, просто замечаниями. Но тогда и возникла идея создавать филиалы, то есть законные структуры в этих странах. Вот все эти филиалы попросили президенты тех стран. Президенты. Я просил их, просили лично ректора. Я просил их, а, построить здание, б, обеспечить финансы для преподавателей, и третье, обеспечить возможность студентам их стран учиться, ну, так, чтобы они не платили, то есть как бы бесплатно. Все эти три условия были выполнены президентами этих стран. Сначала Назарбаев, потом Каримов, потом Рахмон, потом Алиев, потом Ереван, ну, и еще была Украина, Севастополь в то время. Там никто не принимал решения, там мы сами делали. Еще тогда. Вот. Но эти филиалы учат сейчас 3000 студентов этих стран, элиту. Они получают дипломы Московского университета. Учат их наши профессора, которые туда ездят, командируются. И я считаю, что это великое дело то, что Московский университет сохранил это направление работы с нашими соседями, нашими странами, окружающими нас. И мы учим фактически столько, сколько их училось в прежние времена, может, даже больше. Кстати, сразу после встречи с вами меня требует киргизская линия связи прямая. Дело в том, что мы создаем в этом году еще один филиал в Киргизии. Это история, которая давненько тянется. Я предлагал давно, но не было готовности с той стороны. И вот сейчас президент и руководство республики готово открыть филиал. И вот я сейчас объявлю, что это решение тоже принимается. Таким образом, добавится еще один филиал.